Привет, я продолжаю тренировать футбольный клуб Чертанова, мы уже в апреле, нам играет сейчас с Барселоной четвертьфинала Лиги Чемпионов, но турнирная таблица у нас пока не изменилась, с матча последнего тура с Зенитом мы играли, вот так вот выиграли 4-0, ну как бы нам перенести нечто среднее, допустим, между матчем со Спартаком, который мы выиграли 2-0, и среднее что-то матч с Зенитом, который мы выиграли 4-0. Вот на Барселону, да, хотелось бы, но как это получится, сейчас мы с вами это и посмотрим. Барса приезжает к нам. И Месси, вот он, Суарес, вот он, ну в общем, да, хоть уж они и старые, так скажем, они к нам приехали. Так, давайте скажем, за нами Должок, с прошлого матча, Митрюшня давно не пропускает, но если он и здесь бы не пропустит у нас, то будет, конечно, выдающееся для него достижение, для команды. Так, Барса, ну, хоть там и старые они, да, Месси, где он 34 года, где-то будет 35, Суваресов 35 уже. В общем, такие товарищи-то они все равно, мастерство не пропьешь, да, и момент они его реализуют, да, и там штрафной может Месси забить. Мы это все знаем. Могут просто забить с игры, комбинацию какую-нибудь провести. Вот так Барса начала атаковать. Показывает нам, кто тут хозяин в Москве, что это совсем не мы, а они. Да, такие вот они, игроки Барселоны. Ну, думают, сожребием им повезло. Можно здесь проходить, нас спокойно. Это все понятно. Вот там Манчестер-Сити с Ливерпулем играет. Вот, им не повезло. Барсе повезло. Ну, очень много ударов у Барса наносят. Мы не показываем никакой игры, к сожалению. Очень осторожно. Ударов в створ нету, моментов нету. Серхио Бускетс, желтая, ну, тоже, да, 33 года. Может, подустанут в втором тайме. Очень взрослые игроки. Кстати, у них, кстати, у Манны еще есть в запасе. Эрор Пике. 35 лет. Ну, да, здесь тоже ситуация не очень хорошая. Первый тайм заканчивается. Барса наносит много ударов. Так, ну, Ливерпуль тоже там по нулям играет. Я недоволен, как вы играете, Сулейманов. Ты мне тут немотивированный. От тебя, в первую очередь, мы ждем все действия удачных в атаку. В атаку, в первую очередь, мы все это хотим увидеть. Так вот, штрафной, может, нам прийти на помощь. Момент здесь добить, добить никто не может. Там не игрец, не зафиксировал. Боковой. Так вот, было опасно, конечно. Как и зал, там и тут вбрасываем Сулейманов. Ох, Сулейманов, ты еще здесь борьбу такую проигрываешь. Хорошо, Гравенберг, тут на Зиньковского. В подкате мяч перевел. Зиньковский полез на кучу игроков, но перевод-то на Гравенберг. Ну, что ж такое. Месси. Ну, Месси, да. Не спеша играет Барселона. Ну, может, может, сейчас что-нибудь придумать. Раскатать оборону нашу. Бускец не успеет. Зиньковский. Зиньковский отдай. Гомес. Гомес выскакивает. Гомес 1-0. Давид Гомес. Ну, да, ну, на скорости он явно там обошли и Бускеца. Зиньковский вот здесь, вот в этом эпизоде. Раз. И далее заброс. Здесь-то Лапорт, наверное, был. Да, он тоже не успевает. 1-0. Вот так вот. Мы открываем счет. Лапорт. 27 лет. Мог успеть. Ну, Кубис-то он у нас быстрый товарищ. Конечно. Так, сзади у Маны у них выходит. Это очень серьезно. А мы Сулейманова, пожалуй, заменим. Немотивированного нашего игрока. Кузьмин. Пусть выйдет. Вот. 1-0. Ведем. Удары стали наносить во втором тайме. Даже в створ попадать. Нужно пытаться еще это делать. Так, ТСЭВА. Наверх в штрафную. Здесь Терштегин не косячит. Не косячит. Лапорт. Ну, через защиту играет. Перехват Гомеса. Гомес. Ну, что ж такое. Ну, нельзя такие моменты транжирить. Ну, мог выкатить сейчас. Гравен Берчба. И тот в пустые ворота уже мог забивать. Хороший момент был у нас. Угловой мы еще подаем. ТСЭВА. Навес. Барс исправляется. Гомес тут успел. Здесь не ошибись только. Гонзалес защитник. Венисиус. Назад. Умеров заброс. Мяч где? Гравен Берч. Сам пошел. Зиньковский назад. Гравен Берч. Тут накручивает всех на фланге. ТСЭВА. Навес в штрафную. Здесь добить, Кузьмин. 2-0. Здорово. Здорово. Во втором тайме это стало все и действовать у нас. Проследнить из Гравенка, что будет неудерженный. Оказывается, НТСЭВА подачу выполнил хорошую. И здесь Кузьмин. Уерера переиграл в воздухе. Очень интересно. Абсолютно. Барса сейчас будет пытаться забить. Ее, естественно, не устраивает. Садио Моне убьет. Мог сейчас меч туда залететь. В дальний угол. На себя взял. Садио Моне. Так. Ну, замена. У нас еще есть две. Мы можем, конечно же, Гравенберджа заменить. Он очень полезен. Сегодня был. Ну, давайте еще Барфраилова выпустим. В концовке. Так. Ну, еще одну замену. Время тянем. Гомеса заменим на Лабека. Так. Что у нас? Кузьмин травму получил. Ох. Как не вовремя. Только-только замену сделал. Ну, почему же так поздно-то он получает травму. Чуть раньше бы. В меньшинстве в концовке. Пять минут. Судя, добавляет. Ужасно. Ужасно. Ну, нужно последние секунды доиграть. Не надо таких ошибок допускать. Зачем перевод такой длинный делать? Отдайте ближнему. Так. Саме-то Зиньковский здесь успевает. Все. Все кто-то переживает. Финальный свисток звучит. Ох. 2-0. Мы выигрываем у Барселоны. Кузьмин травму получил. Ну, надеюсь, не серьезная она окажется. Ну, хотя полдором Барса нас превзошла. Но, в основном, за первый тайм они там 10 нанесли. И, соответственно, во втором тайме всего 4. Мы гораздо лучше сыграли. Ну, и давайте поздравим игроков с этим. Вот. Молодцы. Это хороший счет для первого матча. Сложно, наверное, найти мотивацию после победы Барселоны. И вот матчем с одним из усыгеров нашего чемпионата с командой Арсенал, которая борется за выживание. Но приходится какие-то замены делать. Так. Здесь мы это все сказали. Так. Мы можем себе забронировать место в фиге чемпионов в предварительном раунде. Так. Парфенова. Тренер Арсенала критикуют. Ну, конечно. На вылет команда может отправиться, может не отправиться. Такие вот дела. Нужны мачки. Вот. Поэтому, может быть, наши игроки, которые меньше выходят на поле, смогут что-то показать в этом матче. Было бы интересно на это посмотреть. Иначе, иногда, могут быть проблемы. То есть, многим я дал отдохнуть. Ну, чисто не из-за физических кондиций, конечно. А эмоциональных, в первую очередь. То есть, с Барсой была очень такая победа. После этого матча с ней играть еще раз. Уже в Испании. Вот. То есть, игроки могут выйти на эту игру с Арсеналом, но совсем не мотивированы. Вот Набиуллин, может. Вот Набиуллин мотивирован. Наверняка. Крестниченко. Ох. Судьба забивает шестой свой гол в сезоне. Ну, 1-0. Открываем и счет. Давайте посмотрим. Набиуллин, конечно, тут вступил в борьбу. Протащил мяч немного. Уже провел. Оказалось, его выбили. Ну, прям на ногу. Крестниченко кто-то отдал Сулейманову и 1-0. Открыли счет первым ударом своим в матче. Ну, и вообще первый удар был. Арсенал, кстати, владеет мячом больше. И это, наверное, интересно. Неожиданно для них самих, возможно, ударов практически нет. Все это там где-то перекаты, перепасы и все такое. Через правый фланг. Арсенал атакует, мы видим. Ну, бывает. Давайте еще, скажем, постараться. Ну, забили гол и что? Все, мы перестали играть, что ли? Ждем финального свистка. Это неправильно. Абсолютно. Абсолютно. И больше ударов у нас, как мы видим, нету. Это очень печально. Вот, а вот здесь что? Ничего. Руденко. Горшкова. Гланда. Дальний удар. Ох, попал бы. Было бы интересно. Всего, на всего второй удар. Поворотом нанести. И, естественно, тут довольным быть не приходится. Ну, что поделать. Перерыв. Ну, совсем, да, плохо играем. Так. Ну. По поводу замены. Возможно, нам следует заменить Венисиусом для начала. Давайте попробуем. Гонсалес пусть выйдет. Так скажем, потаймуем сыграть. Вот, чтобы физически они у нас тут, ну, не напрягались, так скажем. Вот так. Жбраилову оценок не очень. Ну, ничего страшного. Я надеюсь. Справиться как-то с этим наш товарищ. Вот штрафной это очень опасно. Очень опасно. С какого-нибудь штрафного. Там нам что-нибудь залетит, знаете. И потом делает, чего хочет. Давайте Деньковского на этот фланг мы выпустим. Почему бы нет. Из Сулейманова, забившего гол. Так, Гонсалес вышел на замену. Желтую получил. Очень мало у нас ударов, кстати. Это мне не нравится. Так, ну и Гомеса вместо Лабека. Дадим ему сыграть. 20 минут где-то. Примерно плюс-минус. Ну и постараться. Что мы проигрываем Арсеналу? По всем компонентам игры, кроме счета на табло. Вот сейчас нам пенальти ставят Сулейманову. Пожалуйста, доигрались. Доигрались. Навес. Пенальти. Ох, Митрюшкин выручил. Но Митрюшкин в последнее время не хочет пропускать. Никак. Никаким образом. Здесь вытащил просто. Еще штрафной. Ох, Митрюшкин. Берет. Да. Позорно играем этот матч. Три удара всего нанести. Три. Против кого? Против команды, которая ведет практически на вылет. Вы представляете? Ионов тут еще выходит у них. Больше желания. Покажите. Совсем сонные мухи. И они еще хотят играть у нас в основе. Да, многие. И они показывают при этом игры. Должны какой-то в атаке ничего не делаем. То есть вообще ударов минимум и в такой унылый футбол, к сожалению. Мы даже выигрываем. Ну, смотрите, вшит такой. Что это сейчас было? С арсеналом? Тульским 1-0 с такой статистикой. Наши резервисты, по-моему, не поняли, куда попали. Конечно, Митрюшкин отбил пенальти. Нас спас. Так, надо сказать, что будете завтра у меня тренироваться. Очень много. Исследуем в турнирную таблицу. У нас матчи состоялись. Туры Урал-Краснадор 1-1. Интересное дело. Ну, унылый матч мы этот видели с арсеналом. Это позорище какой-то. Хоть и выиграли 1-0, а Локомотив синий там 0-0 играть. Локомотив очки теряет. Для нас это плюс, конечно. Рубин, Спартак 0-1. Ну, Спартак, там, без главного тренера. По-прежнему Ахмат Ростов по нулям. Ростов очки теряет, видимо. Вот с СК. Там Бо выигрывает. И вот так вот туда-сюда бегает команда. Поднимет стол, опустится. Анжи обыгрывает крылышки. Вот такая вот Анжи. Не просто у них все идет. Счет и Динамо в 1-0. Ну, это здесь вот внизу. Борьба. Конечно, Арсенал мог очки с нами набрать. Не набрал. Нам с Барсой играть. Ответный матч. Вот. Все мысли, конечно, там. На Компнову мы оказываемся. 94 тысячи с чем-то зрителей пришли на этот матч. Это очень интересно. Ну, а на этот уже сразу в составе. Так. Давайте скажем про первую матч забыть. ТСЛ напрягся. Не может забыть. Ну, как забыть? Конечно. Условно все это я сказал. Надо забыть. Все это помнят. Ну, Барса проиграла в чемпионате в гостях Атлетика Мадрид. 1-3. То есть, третье место займет свое в чемпионате. Выше, но никак не поднимется. Так. Ну, помним мы, да. 4-0 когда-то Барселона проигрывала по СЖ. Потом 6-1 здесь вот на этом стадионе отыгрывалась. Такое, конечно, было веселье. Гомес. Гомес, Гомес, отдай. Моменты нет. Сулейманов. Но моменты были здорово. Вот это здорово. Сулейманов он откатил. Как следует. И мы забили. На девятой минуте. Здесь, конечно, могли не забить. Но у меня еще удачно отскочил. Здесь ДБА. Пабло ДБА. Зимой он так пришел. Из ПСВ. 1-0 мы вышли вперед. Гомес, зачем? Зачем желтую получать? Ну, в атаке где-то там. На чужой половине поля. Не нужно этого делать. Абсолютно. Нервы какие-то только добавляешь себе и партнерам. По команде. Удар это мы наносим. Это хорошо. Барса пропустила. Теперь ей надо забивать 4. Конечно, про пассажир мы помним. Была такая страница. В истории у этой Барселоны могут эти ребята, конечно, создать что-то. Любой гол может перевернуть игру. И там уже держить, что выйдет. Ну, пока выигрываем. На Камп Ноу. Очень интересно. Первый тайм проходит. Барса не наносит, что там какие-то невероятные количество ударов, там еще что-то. Ну, и по владению мечом особо нас и не переигрывает. Перерыв. В общем, Ливерпуль проигрывает Манчестеру Сити 0.1. Так он, скорее всего, Манчестер Сити пройдет дальше. Так. Так, скажем, Гомес, тебе нужно желтую не получить. УТС. Давайте скажем нашим вот этим игрокам, что они могут лучше сыграть. Второй тайм. Барса все понимает, я думаю. Вот там тренер, кстати, у них у Наэмеря. Да, это я, по-моему, не говорил. Вот он, Барселона, сейчас тренер здесь в этой версии в двадцатом году. Как-то Люба про него сказал когда-то. Тренеришка. Сейчас он мог замену тут, видим, да, павлинию выпустил. Соответственно, пытается Барса забивать. Ей нужно очень это сделать. И забивать, забивать. Сначала один, ну, а дальше может пойти. вот так. Тыща, тыщут они, куда? Где там Месси? На него хотят, может, сыграть. Вся игра через Месси, ну, вот он, Месси. Перепасовки, владение мечом. Барс таким образом набирает, конечно. Вот заброс. Маманэ проходит, проходит, и тут Месси, прострел, и Сорос мог забить, конечно. Конечно, мог. Что ж, так. Все так. Ну, пока так. Есть у нас удары, есть. Не уступаем мы Барселоне, прям уж настолько серьезно Барс, конечно, может, в отчаянии. 4-то она уже с каждой минутой у них вера в себя пропадает. А кого нам заменить, спросите вы. Ну, можно, фаланги, наверное, мы и не будем. Давайте Лабека выпустим в атаку Месси, Гомеса. Вот так сделаем. Месси убирают. Даже Месси убрали с поля, видимо, понимая, что здесь по сумме двух матчей не отыграться. сейчас могли забить, конечно, в наши ворота игроки Барселоны после углового. Верера тут из Аутеса, Суареса, вот так перепасовываются, ищут, ищут ходы и все-таки еще надеются. Перехват Зиньковского мог быть, зачем-то он головой мяч выбил, непонятно кому. здесь подкат неудачный, манэ, манэ, никто не держит, манэ, тот сам решил пробить, но не пробил. Так, пикет вышел у них в защиту. Ну, давайте Джабраилова вместо Гравенберта. Гравенберта. Так, сделаем. Барса в атаку снова идет. Манэ, ну, манэ у них, конечно, Малку уже убьют. Отчаяние поворотом. Что им еще делать, да? Еще Изавута вбрасывает Барселона. Время уходит. Ну, я думаю, 4-й, они нам не забьют в конечном итоге-то, да, время мало, но забить-то могут. Суарес уже сам пошел. Зиньковский откидывает, конечно. Пошел дальше прессинговой пике здесь. Пике на манэ проходит пас. Ох, не держим мы этого товарища и удар еще в Малкум он не точный. Так, давайте заменим у Мярла на Макуанда. Последняя замена. 3 минуты. Судя добавляет, кстати, Суарес там желтую. Вряд ли никого не укусил, наверное. Если покусил, была бы красная. Так, Зиньковский. Третья добавленная уже идет. Спокойней, спокойней играть. Выиграть на Компнову это, конечно, классное достижение будет. здесь Барса с мячом. Суарес сам идет. Моне, Моне этот неудержимый. Моне перевод на Малкум и неудачно. Ну, что, ребята, выходим мы в полуфинал Лиги Чемпионов, не пропустив от Барселоны вообще ни одного гола. Представляете, ну и сыграли мы нормально. то есть те удары, которые мы видели, ну они все были там некоторые вообще издалека неточные от отчаяния. Были какие-то опасности, конечно, но мы смогли выиграть. Это, конечно, очень важно. Гонсалес, игрок матча, наш защитник. Ну и полуфинал мы, конечно, молодцы. Я очень доволен такими действиями. Не то, что с тульским арсеналом уныния, непонятно что. Здесь, конечно, мы сыграли должным образом и мы в полуфинале Лиги Чемпионов. Так, ну и на секундочку взглянем. Виктор Гончаренко занимает место главного тренера в команде Спартак Москва. Ну, я не знаю, как это оценивать. Болельщики ЦСКА, я думаю, не очень смогут это оценить. Ну и болельщики Спартака могут тоже не оценить по таким вот действиям, что он тренировал ЦСКА. Но, опять же, тут все это не учитывается, я думаю, футбол-менеджеры, поэтому вот так вот все бывает. да, ребят, мы сейчас будем смотреть жеребек Лиги Чемпионов. 10,5 миллионов мы получили за участие в общем в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Это очень нормальные деньги, да. Ну и Белфика выбила Туттенхэм, например, это очень интересно, да, Гончаренко возглавил Спартак, и нам играть со Спартаком, представляете, в гостях сразу же против Гончаренко, вот так вот. К чему это все? Ну, сначала жеребевку, посмотрим Реал Манчестер Сити и Бенфика. Ну, я думаю, здесь все понимают, как нам действовать. Первым выпадает Бенфика, и она сыграет Сериал Мадрид. Чертанова Манчестер Сити. Ну, конечно, с Бенфикой возможно было бы проще немножко нам сыграть, хотя видим, да, Туттенхэм они выбили. Ну, и Туттенхэм мы убивали в Лиге Европы, так что ничего страшного в этом нет. Тут сейчас будут переносы. Санатор Чертанова, Чертанова Локомотив, ну, и Манчестер Сити. Первая команда в Англии, пойдем смотреть Англию с вами. Так, ну, здесь Манчестер Сити станет чемпионом. Очень большой отрыв у этой команды по сравнению с другими. Сыграние 2-2 Северпулем, первый матч 2-1 выиграли. Вот так вот они прошли. Так что, да, Манчестер Сити, это, конечно, для нас серьезное испытание предстоит. Барселана на третьем была, да, у себя в чемпионате. Ну, а здесь мы видим, вот, что здесь такое происходит 26 апреля. Мы примем эту команду. Ну, и тут Лига Европы, давайте тоже посмотрим полуфиналы. Смотрите, Арсенал, лондонский Челси вышли, Атлетик Бильбао, испанской Шальке. Немецкая. Ну, давайте, Арсенал, Атлетик, Челси, Шальке. То есть, может матч, сложиться. Арсенал, Челси, финал Лиги Европы. Такое может быть. И Челси может пробиться через Лигу Европы в Лигу Чемпионов. Все-таки у них в Англии пока этого не получается. Вот такие у нас дела. Двойной Спартак нас ожидает сейчас матч чемпионата против Спартака. Матч тура. Мы из Барселоны вернулись, и потом в среде недели перенесенный матч. То есть, уже у нас он пройдет на поле, еще матч первого круга Чертанова Спартака. То есть, вот так вот сейчас у нас два матча. И Виктор Гичаренко предстоит сразу же, сразу же играть против нас. Вот так. На кубок мы их выбили. Помним, да? Мы можем стать чемпионами, если там кто-то как-то все сыграют. Ну, давайте так отметим. Все как служится, так и сложится. Можем мы там стать чемпионами, можем не стать. Не будем об этом думать, потому что Локомотив там после нас играет, и здесь ничего не поделаешь. Ну, вот, Спартак. Что предложат нам? Есть у них, конечно, игроки. Интересно, что Игнатьева поставил сразу же в состав у нас Гончаренко, да? Ну, бывает, что поделаешь. Посмотрим, как Иван Игнатьев тут себя проявит в матче с нами. Ну, да, после Барселоны у нас очень интересный подъем такой. В плане, понятно, Манчестер Сити там нам достался. это, очень серьезный соперник, и нам придется очень сильно постараться, чтобы с ним сыграть, потому что многие могут сказать, там, момент опасный у наших ворот, там, Барселона не та, знаете, всегда, так можно сказать, обыграешь команду какую-то, тебе говорят, ну, это не та, уже Барселона, там, одни пенсионеры, то есть, еще кого-нибудь обыграешь, это все не то, да, Манчестер Сити это та команда или нет, какой опасный момент мы сейчас могли забить ворот Спартака, ну, в створ у нас ударов нет, вот, какой-то появился, да, опасность ворот Спартака была, еще один угловой разыгрываем мы тут, навес идет, справились красно-белые, нет, Беру-Беру здесь не даст, так просто с мячом мячу уйти, Равенберч, здесь, Беру-Беру пошел, Дебрей, забивший гол Барселоне на комп, ну, конечно, быстрый гол он помог нам очень сильно, Барселоне надо было, потом 4 забивать, они уже не смогли, Беру-Беру сам идет, ничего себе, ну да, он как-то забивал у нас дальним ударом, было такое, ну, доигрался, на желтую карточку попал, так, Зиньковский какое-то повреждение там получил, или просто уже устал, не знаю, не знаю, не знаю, можно туда, конечно, Сулейманова поставить, Кузьмина выпустить, ну да, желтый еще, Зиньковскому бывает, 2 минуту я добавляет, ну, 0-0, в общем, первый тайм, есть у нас преимущество, но ударов в створ очень мало, очень, так, скажем, давайте, что, мы все тут недовольны, Беру-Беру, главное, не получить желтый, защитник у нас, тут всякое может случиться, как Сулейманова, поставим сюда, где у нас там Кузьмин, вот у нас Кузьмин, выпустим Кузьмила, и начнем на второй тайм, посмотрим, что и поменяется во втором у нас тайме, если что-то поменяется, Беру-Беру, конечно, активен, видим, это штрафной, навес нет, нет, Фернанго, заброс вперед, но там никого нет, у спартаковцев, теперь наш заброс не проходит, Зоблин, на фланг, подключает Игнатьева, нет, не дошел до него мяч, тут рассказов уже, Старк, это, знаете, что-то из Игры Престолов, кто смотрит сериал, тот понимает, Старк и там, да, Короли Севера, так, Беру-Беру с мяч Ивана, активный сегодня навес, Кузьмин Белым, но, нет, не попал, как следует, не попал, так, конечно, незаметно у нас и некоторые наши игроки, вот, Кравен Бердж, например, и Бомес, тоже незаметен, скажем, постараться, в желтые карточки, тут целая куча, у Спартака, но можно выпустить нам, конечно, Жабраилова, давайте попробуем, отличается этот матч от того, что мы на кубок играли здесь, на этом стадионе Спартака, когда сыграли 3-3, там были, конечно, очень интересные моменты, так, ну и, кого мы можем еще заменить, атаку, может быть, Лабека выпустим, Гомеса посадим, на лавочку, да, скажем, постараться, очень большой у нас преимущество по ударам, но очень мало в створ, этого, конечно, недостаточно, чтобы забивать, ворот, Спартака, так, тут у них замена первая, Жабраилова, желтая, ну и, по всей видимости, минимум удара в створ, матч так и закончится, со счетом 0-0, обычно мы забиваем во всех матчах, ну здесь, ну, со Спартаком, да, тяжело нам даются матчи, удар прошел выше, ну ничего, через тройку дней, мы опять сыграем со Спартаком, так уже, на нашем стадионе, ну так, по статистике-то, мы должны были выигрывать, но, не забили ничего, поэтому 0-0, ну ладно, давайте посмотрим, как там другие матчи, тура, сыграют, результаты, значит, Краснодар, тамбов 2-0, Анжи проигрывает, Ахмат в 1-2, мы со Спартаком по нулям, у Фа Локомотив играет в ничью, вот так вот, Локомотив очки тоже теряет, ну и, ладно, ЦСКА 2-0 у Ростова, Зенит 3-1, у Рубина, Арсенал Урал 1-2, ну и Крылья обыгрывает Динамо, то есть, Крылья тут, не хотят вылетать, не никуда, естественно, никакие переходные матчи, поэтому, вот так, сейчас у нас будет среди недели, чертавного Спартак, перенесенный матч, и мы его с вами-то и посмотрим. Если мы набираем 1 очко в матч со Спартаком, а перенесенный вот этот матч с первого круга еще, то мы становимся чемпионами, ну и если выигрываем тоже. Кстати, мы 10 матчей подряд сыграли на 0, вот это вот интересно, при этом там 2 раза Барселуна тут нам попалось, вот последние 10 матчей ни одного гола мы не пропустили, ну и играем опять, в принципе, в таком же сочетании. Кузьмин Ток у нас дисквалифицирован, перебор желтых, так, ну и давайте скажем что-нибудь, ну и будем смотреть. За короткий промежуток времени нам опять играется Спартаком, опять Санкт-Петербург-Инчаренко, но Спартаку, конечно, нужно выигрывать, чтобы там локомотив опередить за Лигу чемпионов, ну не знаю, не знаю, получится или нет, мне их в итоге сделать. здесь на вес идет скидка, Бербира, Набиуллину, штанга, могли забить в начале матча. Спартаку, Дебей, Сулейманов, перевод на фланг, Бербира, здесь Гумес, прострел, скидка, Зиньковский выше ворот. Бывает и такое. Начало матча. За нами, но все ударяем в створ ворот, не пришлись. Так, ну, посмотрим, посмотрим, что в итоге. Ну, требовать от Гончаренко, наверное, на сразу чего-то неправильно, что он сейчас начнет все выигрывать, обыгрывать всех. Может, в следующем сезоне у Спартака что-то получится. А может, и ничего не получится. Так, ну, вот так. У них, по-моему, басдос травмирован, поэтому его и не было ни в первом матче, ни сейчас. Ну, Спартак тут огрызается, как мы видим. Да. непросто. Сложно, но можно. Ну, смотрим. Чего же нам не посмотреть, что получится в итоге. Привыкли мы к непростым матчам со Спартаком, так что не исключение. И этот, наверное, матч будет, который сейчас мы видим. Опять, ударов створа мало. Из-за этого такие вот проблемы как бы возникают в плане реализации моментов и голов. Мы не видим. То есть, игра примерно равная. Хоть мы мячом больше владеем. Вот это у нас перерыв. Ну, надо опять сказать, что я недоволен. Хоть и за и Спартак, но что поделаешь. Нужно играть. Ничья, я напомню, нас устраивает для того, чтобы стать чемпионом. Ну, и Спартаку, наверное, тоже как бы лишним не будет в ничейках. Конечно, победа важна. Спартак нам может испортить празднование чемпионства. Ну, отложить, так скажем. Ну, не хотелось бы, конечно. Ну, что, всякое бывает. Вот. Гомес незаметен. Сулейманов Бер-Бера на вес штрафную здесь выберет. Сулейманов падает пенальти. Добей будет бить. Ну, не забивал, как он свои пенальти. Пусть бьет, пока у него получается. Нет. Селехов вытаскивает. Ну, печально Добей. Могу пробить получше. 0-0. Оценка тебе, конечно, сразу улежется. Зиньковский тут у нас желтый получает. Ну, по поводу замены. По поводу замены можно, конечно, Гравенбергча ниже опустить. Добей заменим. от Жабраилова. Ну, Биулина его тоже заменил на ТСЛ. Ну, что, на желтой карточке там Игнатьев может убежать. Ну, и кто его знает, да, что будет. Педро Роша вышел вместо Игнатьева в том числе. Ну, и давайте мы тоже заменим. Ну, Гомеса нужно оставить, наверное. Давайте попробуем на фланг его скинуть. Выпустим сорвеля. Чисто нападает. Ой, каким сорвеля мне не надо. Конечно, Лабека. Сейчас нажмешь не туда и кто его знает, что в итоге получится. Лабека выходит. Вот. Фернандо выходит. Вот товарищ штрафной может забить, пробить и так далее. Был у нас шанс. Хороший спинальти не забили. Что тут? Разыгрываем мяч Гомес. Гравенбердж. Жбраилов Долга. Петро Роша. Загадочный трансфер. Спартака Лабека здесь с мячом может забивать и нет. Севеликов сегодня герой пока у Спартака фенальти взял и сейчас выручил. Геро-геро навес, там скидка ни к чему не приводит. спартака согласен на 0-0 ну а дальше они там будут с локомотивом бороться в своем стиле если у них это получится. ну и для Гончаренко тоже это важно с нами сыграть не проиграть так скажем два матча в актив занести ну в общем по сути то два матча сыграли со спартаком оба 0-0 вот не знаю здесь мы по статистике были лучше забить не смогли два матча подряд но один матч мы не пропускаем вот ну давайте мы чемпионы значит уже все хорошо давайте порадуемся за это ну все чемпионами мы стали все отлично чемпион видим да здесь это написано ну плохо что не забивали но я думаю это не особо важно вот так ну спартак тем самым на два очка отстает от локомотива у того еще игра в запасе наверное с нами да с нами эта игра будет позже сыграна посмотрим мы ее тоже ну а так по чемпионату мы ну нормально выражения у нас нет в этом сезоне пока что и остается для нас пять туров сыграть давайте расписание посмотрим итак что мы в этой серии увидели мы увидели матч с барселоной когда мы их обыграли 2-0 стулы вообще очень плохой матч кошмарный где там наши резервисты так скажем пытались играть и в итоге выиграли но там арсенал пенальти не забил а игра была ужасной дальше мы обыграли барселону в гостях но ранний гол помог я думаю и барс уже как-то сдулась хотя пыталась там что-то сделать ну и дважды со спартаком 0-0 вот так вот пришлись два матча вот хотя преимущество у нас было и в одном и в другом то есть мы вот видите сколько матчей пропускаем это очень радует увидели мы в общем двойную барсу двойной спартак в этой серии с краснодаром следующий тур у нас потом манчестер сити улица ска мы тут видим в общем в следующей серии посмотрим матчи с манчестер сити и узнаем на что нам рассчитывать как все это сложится я думаю будет интересно вот такая вот серия у нас прошла добились мы чемпионства в ней увидели ну и прошли в пол финал лиги чемпионов на этом я с вами прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока